всем привет пришла в теплицу открыла дверь у меня прям сразу очки запотели пришла я сажать огурчики оборву пасынки на помидорах побрызгаю инжир еще раз обсыплю его корицей в общем вот такие вот мелкие дела смотрите свекла у меня уже вылезла как ее сажаю смотрите какими ними вот так пучками почему-то вылезает следующий раз буду сажать без этих без перчаток и еще смотрите как девчонки у меня были за два огурчика ведь это наверно с прошлого года семена которые упали вот вырезать два огурца вот здесь у меня было четыре посажена один погиб что-то его подъела крапива лезет сейчас вытащу все вот эти сорняки и вон видите еще помидорчик тоже какой-то вывез не знаю там по моему два даже тоже с прошлого года семена те которые упали так а ну-ка марш пришла иди отсюда к тебе сюда нельзя она у нас это самое ходит по грядкам и стоптала все вот она красотка и вот здесь вот видите два помидорчика вылезла тоже вот здесь тоже вылез один это то что с прошлого года просто семена обсыпались вот здесь у меня уже васильки вышли тоже еще смотрите помидор хочу с ними делать надо отдать кому-нибудь что ли это все повыдергиваю аккуратненько сейчас в общем занимаюсь сегодня теплицей вот такие дела здесь у меня кориандр вылез ой такая довольно у нас очень тяжело вырастить кориандр очень тяжело это сейчас долью водой тоже пойдет в удобрение крапиву может быть на дергаю залью водой в общем короче говоря ой ребята смотрите клубничка вот она вам не видно смотрите клубничка уже краснеет сейчас что-нибудь подстилю чтобы не это самое не подъела ничего вот здесь у меня кабачки были два семечка посажены но что-то они не показались ну ладно ничего страшного смотрите укроп везде вот так вот он у меня самосевом растет вот здесь уже видите тоже семена нужно отрезать макушку потому что мне не нужно столько вот даже если одно растение оставлю чтобы семена сыпались то этого вполне будет достаточно вот подкормить нужно помните там я посадил вот эти вот маленькие кустики укропа подсадил смотрите выросли хорошо может быть сыну адам пусть будет у них свежий укропчик ну вот такие дела что очень далеко потом не достанешь и и у там и и и и и и это и и Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok солнышко очень-очень сегодня тепло ну вот как видите ветерок поэтому не чувствуется не жарко в нас вот вот так вот все зеленая березка моя листики распустила здесь все цветет помните календулу которую я пересаживала вот смотрите как она хорошо поднялась тут уже и лютики и все что угодно есть ой смотрите девчонки вот она лаванда моя вот там у меня в горшке росла она замерзла сейчас я посмотрю можно ли ее оживить или нет а вот это вот здесь не смотрите выжила отлично так что лаванда у нас будет супер продолжаем возиться хочу вам показать рода дендроны они вот смотрите уже отцветают азалия очень-очень долго сидела но тоже в конце концов расцвела и вот как видите уже тоже отцветает вот этот куст не знаю что с ним случилось высох нужно его вырубить вот здесь вас разрастается либо малина либо что-то еще от соседей по моему потому что у них вот в этих вот кустах висят какие-то ягодки но она не малина а такая знаете покрупнее что-то и вот посмотрите цветочки водосбор по моему называется по-русски аквалегия до аквалегия постоянно забываю русско-английские слова так вот здесь вот тоже сейчас это все по выдергаю видите небольшие тоже вот разрастается что-то от соседей вот там внутри у них очень много плюща он постоянно к нам лезет мы его постоянно обрываем в прошлом году потом в уголочке видите вот плющ вот постоянно с ним боремся ну посмотрим это вот черешня у меня девчонки посадила в прошлом позапрошлом году мы ее купили в горшке эти ветки наверно точно сухие обрежем прошлом году тоже цвела но ягод на ней не было к сожалению они все отпали в итоге не дозрели работы много как всегда яблони уже отцветают посмотрите на эту жучку только отвернулись она уже залезла и начал редиску кушать листики редиски кстати вот хочу вам показать час вытащили укроп вот оттуда вот этот мелкий оставлю вот видите вот здесь вот мелкий укропчик он как будет расти так я его обычного так вот выдергиваю на еду прям с корнем выдергиваю а вот там вот вытащили потому что он сыпется везде и как видите его так самосевом везде растет у нас вот он лежит в этом в корзинке сейчас оборву его помою порежу и заморожу а вот здесь хотим посадить инжир потому что видеть он в горшке растет уже давно пора сажать но никак не могли придумать куда вот придумали сейчас посадим туда два дерева инжира 3 пока не знаю куда будем сажать куда-нибудь придумаем 3 получается прямо вот под березой или под сливой если вот так в один ряд посадить то будет либо под березой либо под сливой ой 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 посмотрите что у меня растет кто знает что это за дерево пишите в комментариях пожалуйста мне кажется это либо слива либо абрикос я думаю что мы посадили косточку и не помним конечно вот она моя птичка на солнышке отдыхает рядом со мной как всегда ну что девчонки покажу что сделала подсыпала чуть-чуть земли почистила вот эти горшки потом землю высыпем куда-нибудь вот тут немножко почистила но там знаете сейчас вам покажу вот видите вот здесь вот растет водосбор вот там нас турция так что я их оставила когда чуть-чуть подрастут тогда их пересажу вот здесь у меня мелиса и вот здесь мелиса вот петрушку выброшу потом это тут растет сельдерей тоже маленький сельдерей прям жалко его выбрасывать так это отрез оторвалась что-то в общем вот это все почистила видите здесь тоже водосбор аквилегия тоже нужно пересаживать это мята и мелиса подкормить нужно вот вот смотрите видите вот почистила все вот эти веточки где смогла листья старые все вот это все нужно будет подкармливать у меня есть специальная органическое удобрение оба специальное удобрение она органик такой без в общем считается без химических всяких добавок специально для растений для то что но для того что идет в пищу землю высыпаем так это лилии растут тоже удалила все сорняки где могла вот тут вот влилили растет лабелия по моему тоже нужно ее пересадить тут почистила все обрезала ну вот здесь вот смотрите сколько смогла почистила посмотрите на мою несчастную аквилегию она была полностью покрыта вот такими лютиками вот видите вот и вот видите что с ней случилось и и сожрала улитки сажрали так что от улиток будем специально сыпать вот там уже не могла выдернуть руками там нужно выкапывать вот виноград этот живой а с этой стороны то что был виноград вот тут прямо роз прям тоже вот с этой стороны должен был идти это был одинаковый сорт но к сожалению погиб ведь все вот уже второй год его нет даже не видно вот это откуда прилетела не знаю но вот оттуда той стороны ведь вот начал расти вот такой вот куст как называется тоже уже теперь не помню вот здесь аквилегия насколько лучше видеть замечаете да вот насколько лучше аквилегия с этой стороны где нет столько лютиков посадили сюда инжир больше не нашли ему другого места все вот сюда втыкнули не знаю что будет с ним вот дать сюда руки не дошли это у меня крокосме тоже нужно посадить я не подкармливаю и из-за того что я ее подкармливаю вот тут вот во всю прет сорняк так ну что мы еще сделали здесь ничего особо не делали все растет сейчас покажу вам куда посадили вот инжир видите два дерева посадили сюда больше не знаю куда вот но тоже вот это дерево ведь 2 немножко будет под березой но другого места как бы не нашли вот здесь конечно можно сажать но здесь у нас внизу проходит труба от септика тут не везде можно посадить деревья потому что внизу трубы закопаны клубнику давай вот что еще вот эти горшки немножко почистила вот там нужно все выкопать там тоже растет вот здесь у меня смотрите вылезла это деле георгины их уже живет улитка сейчас я посыплю туда вот эти синие гранулы вот там тоже георгины это все как бы перенесу туда на патио там что на патио я еще не везде не все горшки успела почистить и высыпать землю из них ну вот здесь вот точно у меня георгины вот в этом горшке тоже георгины вот тут тот будем высыпать наверно там по моему не знаю там что нужно ковырнуть ну и вот здесь здесь я вам уже все показала кое-кто отгрызть там и ты знаешь что она это погрызла листья 3 диски он клубнику вот так накрыли немножко под нее подставили но такие специальные эти есть круглые не знаю как они называются вот тут тоже видите если там одна улитка попадет то все капец она все сожрет вот здесь вот вытащили большой укроп я вам уже сказала вот эти маленькие я дергаю для еды то есть когда мне нужен укроп для супа я вот выдергивает то что растет снаружи это уже вам говорила это самосев так слива это слива я вам говорила тоже в предыдущих видео это слива специальная карликовая она растет вот в горшке надо подкормить ее тоже чем-нибудь и вот здесь вот жалко было выбрасывать укроп пересадили вот сюда вырастет вырастет если не вырастет ну тоже чтоб плакать не буду что делать здесь у меня как видите петрушка тоже самосевом вот так она высеивается ее тоже я выдергиваю прямо с корнем когда нужно для еды я вот так ее с корнем отсюда дергаю и режу использую виду тамик может вот этот вот уже многое рапа рука умана я это шо с ней делать манам акаш автора хаба халка на монотеплица смотрится ужасно но так что вот это снимем в был ураган всю эту пленку видите раз разорвала вот там у меня петрушка с самого начала я уже пару лет назад посеяла ее и вот так она у меня там самосевом растет еще туда посадили клубнику потому что ну чтобы от птиц хоть немножко ее припрятать но как видите сейчас не знаю в общем пленку снимем вот эту теплицу уберем и тогда по выдергиваю или нет сейчас по выдергиваю вот эти сорняки смотрите где клубничка растут вот прям на бетоне вот видите вот два кустика в общем слегка так почистить ну вот время идет как видите погода испортилась наверняка будет дождик посмотрим и напоследок сегодня я решила побрызгать траву газон от улиток их у нас тьма тьмущая никак не можем избавиться вот таким средством я пользуюсь вот вот это мне привезла подруга из англии но оказывается его можно купить в ирландии вообще она была какое-то время запрещено в ирландии невозможно было купить невозможно было выписать только вот если кто-то привез ну оказывается есть она сейчас в садовых центрах вот такой-то биологическое средство значит упаковку нужно развести в ведре воды и потом пол-литра этого раствора разводить на вот на такую лечку вот так так что сейчас засыплю вот эту упаковку ведро воды это ведро у меня будет просто наполняться чтобы время не терять и вот так вот будем опрыскивать газон просто его нужно просто пролить вот у меня кружка была тамик я что-то ее не нашла это все еще что-то еще есть потому что она очень красивая Все, самое-самое-самое последнее, пересадила лимон. Сейчас я его пролью, дам воде стечь и занесу в теплицу. Пролю хорошенько, чтобы земля утрамбовалась. Я его пересадила из такого пластмассового горшка в глинины, чтобы все утрамбовалось. Стекло, и теперь отнесу его в теплицу. Там тепло, сухо, самое то для лимончика. Посмотрите, что это она делала, которую зовут Абигаль. Надеюсь, залезла и листья все обгрызла, зараза маленькая. Нема, который некоторые... Видите, что надела? Это редиска была. Ладно, все равно будем подсевать. Жучка. Клубники прицеливалась вон там. Хорошо, что она еще зеленая. Ну вот, осталось только вот здесь навести порядок, розу привести в порядок. Роза вообще тамик, смотри, какая она чахлая. Автомая, она и подкормленная была, и все. Что-то как-то она не очень. Вот здесь нужно будет все убрать, помыть. Горшки тоже разобрать. Какой-то цветочек или это что, сорняк вылез. Так, здесь нужно что-то подсадить. Вот это все нужно тоже убрать, прибрать. Здесь убрать. Вот. И вот этот вот горшок. Видите, вот здесь вот аквилегия у меня. Она тоже стояла вот на ступенечке, просто чтобы, когда смотришь, было видно цветы. Или пересажу ее туда вот в цветочник, или сюда нужно тоже аквилегию. Пока не решила, подумаю. На сегодня все. Солнышко опять выглянуло. Вот видите, вот здесь. Это лобелия же, да? Лобелия? Лобелия? По-моему, лобелия. В общем, вот это все хочу тоже пересадить в цветники. Это мне очень не нравится, но жалко выбрасывать. Видите, она цветет тоже. Вот сюда хочу пересадить. Вот здесь. Посажу вот так вдоль. Пусть она растет тут. И там тоже, может быть, она затопчет сорняки. В чем я сильно сомневаюсь. Ну, посмотрим. В общем, вот эти горшки, два красные освобожу. Вот этот тоже освобожу. Вот этот, вот эти два больших. Вот этот маленький, там, по-моему, ничего нет. Лилии тоже приведу в порядок. Почему столько горшков? Отвечаю тем, кто спрашивал, почему столько горшков. Когда был локдаун, у нас жил сын со своей женой. И поскольку делать было нечего, они сажали цветы. Элиш посадила очень много. Они у нее отлично вышли. Вылезли все. И вот она их рассаживала. То есть, вот даже лаберию было посадить некуда. Она ее сажала в горшки. Просто потому, что было жалко выбросить. И было очень красиво. Горшки стояли у нас везде. И там возле беседки. И впереди дома было. Ну, было много очень цветов. Ну, потом, знаете, вот некогда заниматься мне, например, вот столько горшков. Мне не нужно. У меня растут георгины. Они здесь очень плохо растут. Поэтому их нужно сажать в горшки всегда. Поэтому они у меня в горшках. Иногда я их на зиму заношу. Ну, вот в прошлом году не заносила. Сейчас смотрю, они вылезают. Если занесу в теплицу, возможно, что они выйдут намного раньше. Вот, не знаю. Посмотрим, что, как будет. Работы много. Никто ее не отменял. Так, тут что такое? Ой-ой-ой, это что такое? Цветочек кое-кто выдернул. Все, ребят, я сдалась. А Тамик еще машины помыл. Видите, и свою, и мою. Смотрите, погода поменялась. Сейчас покажу вам. Дочкину машину помыл. Так. А мою машину? А мою машину не помыл. Все, пошла ругаться. Вот паразит. Помыл свою машину и дочкину. А мою? Ну-ка, посмотри сюда мне в глаза. Ты мою машину помыл? Нет. А Элина помыл? Помыл. А свою помыл? Помыл. А мою помыл? Нет. Все. Вот паразит, а. Так. Продолжение следует... Продолжение следует...